Тема этого ролика выбрана подписчиками в голосовании. За тему следующего видео вы также можете проголосовать по ссылке в описании или предложить свою в комментариях. Рынок игровых движков пополнился огромным количеством новых и достаточно крутых движков. Что же выбрать в таком большом ассортименте, чтобы не прогадать и не потерять время зря, а самое главное, чтобы создание игры на этом движке приносило только радость. Я пущу самописные и совсем уж узкопрофильные движки, а также те, что были написаны большими студиями для конкретных проектов. Поэтому топе лишь те позиции, которые вы можете скачать или приобрести прямо сейчас и начать создавать игру уже сегодня. Открывает топ лучших игровых движков для видеоигр – RPG Maker. Это один из немногих игровых движков, который до сих пор обновляется и радует функционалам разработчиков. Крайне простой в освоении движок заточен под японские двухмерные RPG, которые имели огромную популярность в свое время, но должен признать, что они и сейчас имеют здоровенную такую аудиторию. Генерируйте персонажей за секунды, создавайте многослойные карты уровней, редактируйте боевые системы и кастомизируйте как вам угодно. Неплохо так набирает обороты корона SDK, которая теперь называется Solar 2D. И несмотря на свою некоторую сложность и ограниченность, движок имеет целый ряд преимуществ. Сама по себе Соляра абсолютно бесплатна, без всяких скрытых транзакций, платежей и прочего, и она отлично подойдет для тех, кто до жути любит кодить. Потому что это скорее фреймворк, и вы не найдете тут привычные графические оболочки, каких-то помощников, окон, ничего этого нет. Но зато есть кроссплатформерность, плагины на все случаи жизни, открытый код, огромное комьюнити разработчиков и... Также огромное количество сделанных на ней проектов, причем достаточно популярных. Соляра использует мощный язык скриптов Луа, который занимает весомое место в сфере разработки игр, как модов, так и полноценных проектов. При всем при этом, Солярка абсолютно бесплатна и доступна на официальном сайте. Прогов по ней не так много, но вам больше придется изучать язык Луа, чем сам движок. Если вы нацелены на серьезную разработку игр, то сразу проходите мимо этих двух движков. Это больше для себя, для хобби, для обучения или знакомства с геймдевом. Но если вы хотите не просто создавать игры, но еще и заработать на этом, то сразу после минутки рекламы я расскажу вам про действительно топовые игровые движки. Мои друзья, школа компьютерной графики XYZ School запускает курс по полному циклу разработки 3D-моделей. Ты изучишь все этапы ААА-пайплайна. Начнешь с правильного сбора референсов, продолжишь пониманием и построением силуэта. Научишься быстро понимать механику модели и покрасишь ее геометрию. Ты сделаешь готовый драфт модели и попробуешь ее в контексте. А после ты разберешься с разверткой, запечкой и текстурированием геометрии, чтобы подготовиться к работе в геймдеве. Курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев. Преподаватели, практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами, как Love Defend Robots, Call of Duty Infinity Warfare, Subnautica, World of Tanks, War Thunder, Quick Champions и Blitzkick 3. Судент XYZ School устраивается в Spirosoft, Cybermy.com, Digital Forms и другие студии. Подробнее о курсе читай по ссылке в описании. Курс запускается 1 декабря, а новый поток запускается каждый месяц. А вот сам курс идет 5 месяцев. Актуальные цены смотрите по ссылке в описании. Неоднозначен в моем топе движок Buildbox, хоть и является скорее больше конструктором. Однако это не мешает создавать на нем гиперказуальные игры в достаточно малый срок, а при должном изучении позволит создавать немного более серьезные проекты. В любом случае, этот игровой движок очень прост в усвоении и отлично подойдет не только для знакомства с миром разработки мобильных игр, но еще и для создания прибыльных проектов. На Buildbox уже сделано огромное количество игр и подавляющее большинство сделало своих разработчиков богатыми и успешными. В движок зашито множество готовых шаблонов популярных игр, которые вы можете настраивать и изменять как хотите. Buildbox довольно универсален и не сильно ограничен в жанрах. Позволяет создавать как 2D игры, так и 3D. Весьма шустрый, и игры на нем тоже получаются достаточно шустрыми и легковесными. Вам не нужно уметь программировать или уметь рисовать красивую графику для того, чтобы создавать гиперказуальные игры. А поможет вам в этом Buildbox. Пожалуй, самая дорогая игрушка для разработчика в этом топе, конечно же, гейммейкер. И есть в нем что-то такое особенное, какой-то шарм и дух инди-разработки. Возможно, просто потому, что я с него начинал более-менее серьезно заниматься геймдевом, а может, просто десятки тысяч проектов, разработанных и разрабатываемых на этом движке, просто греют мне душу. Несмотря на то, что мне не нравится ценовая политика Yo-Yo Games, гейммейкер студия имеет все, чтобы создавать качественные и успешные инди-проекты. Мультиплатформерность, визуальный скриптинг, функциональный редактор спрайтов, в том числе анимированный. Отседительная интуитивность тоже не оставляет равнодушным. В первую очередь, это комфортный и удобный игровой движок, в котором все разложено по полочкам. Лет пять назад, пожалуй, это был мой самый фаворит, и, пожалуй, ничего лучше на тот момент не было. Но сейчас есть множество вариантов, куда интереснее, лучше, дешевле или вообще бесплатно, и имеют они гораздо больший функционал, чем тот же гейммейкер студия. Наконец, мы приблизились к наиболее интересным и перспективным движкам, любой из которых можно брать и изучать, не боясь его устаревания или ограниченности. И давайте на них посмотрим. И начнём, конечно же, с Godot Engine. Для своего функционала движок нереально легковесен и полностью универсален. Позволяет создавать хоть пиксельные 2D игры, хоть трёхмерные RPG. Новомодное визуальное программирование не обошло стороной и этот движок, но никто не запрещает вам кодить как на C++, так и на C-шарпе. Вроде ещё Python завести обещают, но уже есть стройный скриптовый язык, похожий на Python. Многие сравнивают Godot с Unity, но пока что всё-таки рановато. Тем не менее, это отличный игровой движок, у которого есть все шансы урывать свой кусок пирога на этом рынке. Как-никак, грант на 250 тысяч долларов дают не каждому разработчику, а Godot его получил вполне заслуженно. Скелетная 2D анимация и освещение, поддержка карт нормалей и тайлмапов, отличная прорисовка пикселей. Для двухмерных игрушек этот движок просто замечательен, но и 3D здесь не отстаёт. PBR, глобальная иллюминация, полная поддержка сглаживания MCA и FXAA, постпроцессинг и HDR. Возможность без особого труда писать свои шейдеры со всеми необходимыми элементами, вроде подповерхностного рассеивания, отражения, преломления и многого другого. Коллекция ассетов, как и размер комьюнити, растёт с каждым днём, да и без уроков вы не останетесь. Однозначно рекомендую обратить своё внимание на этот движок, возможно он зайдёт вам куда больше, чем привычный юнити. И насколько мне известно, на данный момент Гоудет абсолютно бесплатен. Но это не точно. Совершенно заслуженно второе место топа занимает Констракт. Не столь важно второй или третий, оба из них качественные, интуитивно понятные движки для создания 2D игр. Нацеленные прежде всего на тех, кто не умеет создавать игры и мало что в этом понимает, но очень хочет. Несмотря на свою простоту и удобство, Констракт очень мощный и многофункциональный инструмент, на котором уже создано множество крутых игр и портировано на большое количество платформ. Третья версия Констракта вообще браузерная и очень шустрая. Работает как онлайн, так и автономно. Благодаря этому вы можете пользоваться им хоть на виндовсе, хоть на маке и даже на линуксе. Игры на Констракте получаются такие же, легковесные и очень быстрые. Большое внимание здесь уделено визуальному скриптингу, а благодаря большому количеству уроков и огромному комьюнити, вы всегда сможете найти ответ на свои вопросы или воспользоваться готовыми наработками и шаблонами игр. Мне лично этот движок очень понравился, хоть и тестил его всего лишь несколько месяцев, но особенно третья версия меня прям зацепила, и если бы я делал только 2D игры, я бы сидел на третьем Констракте. Тем более, что ценовая политика программы меня вполне устраивает, от 500 рублей в месяц или же от 4000 в год, что, например, гораздо дешевле того же Game Maker Studio. Кто же у нас на первом месте? Может это Unreal Engine? А может всё-таки Unity? Но если это Unity, почему Unreal нет в топе? А если это Unreal, почему в топе нет Unity? Но всё намного проще, чем кажется. Первое место занимает сразу 2 игровых движка, и думаю вы прекрасно знаете, что это за движки и за какие заслуги они здесь. И Unreal, и Unity, и это два профессиональных игровых движка, каждый из которых позволяет создавать игры ААА класса даже в одиночку. Я даже не хочу их сейчас сравнивать, это абсолютно глупая затея, и каждый для себя всё равно выберет то, что по душе именно ему. Если вы нацелены только на мобильные игры, то я рекомендую остановиться на Unity. Unreal будет для вас перебором, но если нацелены на серьёзные и тяжёлые проекты, вроде шутеров, РПГ или экшенов, и не планируете заниматься мобильными играми, то сразу начинайте с Unreal. Но вся фишка в том, что и Unity, и Unreal Engine позволяют делать как простые мобильные игрушки, так и серьёзные ААА проекты. Они оба поддерживают наиболее популярные и серьёзные языки программирования, C-Sharp и C++. И также оба поддерживают визуальный скриптинг. Тем более, что в этом году визуальный скриптинг Unity также стал бесплатным. Вечная гонка технологий и халявы между Unity и Unreal просто невероятно радует разработчиков игр и стараются сделать этот процесс наиболее доступным. Что вообще касается платы за использование движков, всё довольно прозрачно и доступно. Пока вы только учитесь, разбираетесь с движком и создаёте свои первые коммерческие проекты, вы никому ничего не должны. Но как только доход с ваших игр, сделанных на Unity, превысит 100 тысяч долларов в год, а это примерно 7,5 миллионов рублей, то вас обязуют перейти на тарифный план плюс за 400 долларов в год. Что при доходе 100 тысяч долларов как-то незаметно. Для Unreal Engine система чуть-чуть другая. Если вы создаёте некоммерческие игры и прочий контент на этом движке, вы никому ничего не должны. Но как только вы начнёте монетизировать свою игру и ваш общий воловой доход с этого проекта превысит 1 миллион долларов, то вам придётся заплатить 5% лицензионных отчислений. На мой взгляд, ценовая политика этих двух движков наиболее удачна для конечных пользователей. Бесплатно можно не только попробовать, но и выпускать проекты до тех пор, пока один из них не станет коммерчески успешным и не обогатит вас. Помимо всего прочего, это самые популярные и часто обновляемые движки в мире. Они имеют огромнейшее, возможно, самое большое комьюнити в мире. Благодаря этому уже есть тысячи крутых и полезных уроков по этим движкам и созданию игр на них. Есть целые профессиональные видеокурсы и не менее профессиональные готовые наработки и шаблоны. И это при том, что движки никак не ограничивают вас в жанрах и позволяют создавать их для всех популярных платформ, бесплатно их компилировать и распространять. Кайф. Возможно, именно поэтому Юнити и Анриал выбирают не только Инди, но и самые топовые студии, будь то Близзард, Юбисофт и множество других. Поэтому при хороших знаниях и навыках вы запросто сможете перейти из Индии в высшую лигу и работать над ААА проектами где-нибудь за границей. А если надоест, вернуться обратно в уютное, тёплое Инди и выдавать отличные результаты. Что же выбрал я? А я выбрал для себя Юнити. Его интерфейс для меня удобнее и комфортнее, чем в Unreal Engine. Да и сама организация процесса разработки игры на Юнити мне как-то ближе. Мне нет нужды переходить на Unreal из-за каких-то функций или технологий, потому что рано или поздно они также появятся и в Юнити. Причём это работает и в обратную сторону тоже. Что ж, давайте подведём итоги. Если вы хотите связать своё будущее с профессиональным геймдевом, выбирайте Unreal или Юнити. Начинайте сразу привыкать к хорошему и качественному, чтобы потом не начинать с нуля, так как рано или поздно вы всё равно придёте к ним. Если вас вполне устраивает позиция инди-разработчика и вы хотите зарабатывать на собственных проектах, то если вас чем-то не устроил Юнити или Unreal Engine, я бы рекомендовал вам остановиться на GameMaker Studio и особенно настоятельно рекомендовал бы остановиться на Construct 3. Так вы не будете ограничены в жанрах и платформах, станете достаточно подкованными в сфере разработки игр и при необходимости сможете перейти на тот же Юнити, если вдруг захотите делать 3D-игры. Все остальные движки в этом топе имеют место быть при определённых каких-то уникальных ситуациях и, конечно же, вкусовщине. Я хочу, чтобы вы поняли, не важно, какими программами вы пользуетесь, важно, чтобы вам было комфортно и нравилось с них работать. Игрокам так вообще пофиг, как и на чём сделан проект. Им интересна сама игра, конечный результат. Напишите в комментариях, на чём вы создаёте игры или какой движок выберете в ближайшее время. А также ставьте лайки, если вам понравилось и подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока!